Вот, смотрите, перекосилась дверь так, что она не закрыта на ключ. Чувствуете? Ревмира Иларионовна каждый раз заходит в свою старенькую квартиру с опаской. В последнее время дом снова пошел трещинами. Щели появляются на потолке и на несущих стенах. Трещин полно почти что во всех квартирах, и они опасны для проживания. Особенно вот этот, почему-то четвертый подъезд. Жители дома номер 30 по улице Сергея Лозо считают, что на техническое состояние дома повлияли магазины на первом этаже. Свежие трещины в конструкции стали появляться после того, как новый сосед, хозяин жилого помещения, без согласования с властями провел перепланировку. Вероятно, чтобы открыть очередную торговую точку. А в результате повредил монолитный пояс, которым дом был стянут по периметру. Его установили при капитальном ремонте в 2013 году. Изначально дом был построен в 1957. За 60 лет строение обветшало, и стяжка стала единственным способом сохранить дом. Теперь конструкция нарушена. Возникает сейчас вопрос с тем, что вот собственник данной квартиры, скажем так, нарушил конструктивную особенность данного дома. И возникает вероятность именно вот аварийного состояния. Жители рассказывают, что даже не заметили, как сосед успел разобрать проем. Ночью был слышен строительный шум, а с утра как гром среди ясного неба. Известие о повреждении монолитного пояса поступило в районную администрацию 30 сентября. Владелец этой квартиры, который произвел самовольно переустройство и сделал выход в оконном проеме, не обращался в администрацию Красноглинского района по переводу из жилого помещения в нежилое. Хотя это является основанием для всех работ по производству вот этой входной группы. То есть все действия произведены самовольно. В настоящее время администрация подготовлена запрос в государственную жилищную инспекцию по Самарской области по компетенции. Это как раз их вопрос. В отдел полиции установить личности, кто произвел эти работы, и в прокуратуру Красноглинского района. Установить личность – ключевое слово. Дома его нет, да и жить здесь, скорее всего, он не собирался. Не удалось найти хозяина из съемочной группы событий. Сейчас первоочередная задача – найти хозяина квартиры и призвать к ответу. Он должен восстановить стяжку и заплатить административный штраф. Но данные правонарушения могут быть квалифицированы как порча общедомового имущества. А значит, собственнику квартиры может грозить уголовная ответственность. Восстановить дом в прежнем виде вряд ли получится, а у жителей свое мнение про нового соседа. Судить, что нужно. Судить и пусть восстанавливают. Олег Зверев, Артем Сулайманов. События.